Сегодня первый день зимы. Несмотря на то, что погода пока осенняя, зимнее настроение охватывает нас все больше. Через каких-то 30 дней Новый год, затем Рождество, День влюбленных, День защитников Отечества и так далее. Не успеем мы оглянуться, как будем встречать весну. Но пока давайте не будем торопиться и попытаемся сменить осеннюю хандру на зимнюю сказку. Как ни странно, оказывается, зима это самое короткое время года. Несмотря на то, что длится она столько же месяцев, как и все остальные, она все же короче на целых два дня. Ну или в худшем случае на один. Это, конечно, и очень веселое время года. Ведь зимой можно вспомнить детство, поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на коньках, на лыжах и на санках. Именно зимой мы позволяем себе детские игры и забавы в полной мере, не стесняясь ни возраста, ни окружающих. Зима – одно из самых праздничных времен года. Праздники в этот период имеют странную тенденцию к удваиванию. Новых года у нас два. Религиозны мы или нет, православные или католики? И отмечание двух рождественских дней уже стало традиционным. Новый год – это один из самых долгожданных праздников. Но куда же без его брата-близнеца старого нового года? Пусть не так громко и широко, как 31 декабря, но все же небольшой стол под осыпающейся елкой совершенно необходим. Зима в какой-то степени расслабляющее время года. Ведь зимой есть каникулы не только у детей, но теперь уже и у взрослых. Официально или нет, но мы-то с вами знаем, что с 1 до 14 января у нас отдых. Зима – это и оптимистичное время года. Когда вы откапываете с утра сугроб, под которым предположительно скрывается ваша машина, вы радостно уверяете себя, что это труд не навсегда, что скоро будет лето, и от этого снежного плена не останется и следа. Одевая утром ребенка с утра как капусту, вы говорите ему, что надо немножко потерпеть, что скоро придет весна, и тогда не нужно будет так усердно одеваться. Когда еще вы будете ожидать окончания сезона с таким оптимизмом? Зима полна приятных сюрпризов. Ничто так не объединяет, как крепкие морозы и внезапные затянувшиеся снегопады. Как романтично однажды утром не попасть на работу, потому что дверь подъезда не удалось откопать. Вся эта зимняя романтика будет возможна лишь при наличии главного атрибута зимы, а именно снега. Нам остается лишь ждать и верить, что он все-таки пойдет. Зима – привет, осень – прощай.